Приветствую всех любителей электротяги. Меня зовут Владимир Сафонов. Я энтузиаст электротранспорта. Мне давнее мечтой был построить электромобиль. И теперь, воплощая ее, я постараюсь подробно осветить все этапы строительства на своем канале. Одной из главных идей видео считаю здоровой пропаганду электротранспорта как более комфортного, экономичного и практичного в эксплуатации. А также максимальную информативность видео. К сожалению, с последним на русском ютюбе есть проблемы. Мы часто видим шоу с множеством разговоров и итоговыми дурнаутами, но после шоу остаются вопросы. Что за мотор? На каком напряжении система? А если едет, то почему так плохо? Откуда это взято? Сколько это все стоит? Мне бы хотелось, чтобы после просмотра всех моих видео, начиная с этапа проектирования и заканчивая тестовыми выставками, у вас сложилось понимание, как это устроено. И вы, даже ранее не обладая знаниями в этой области, смогли бы построить свой электромобиль. В этом видео я расскажу о концепции моего электромобиля. За основу я беру свой ВАЗ-2112. Главным критерием для выбора этого донора кузова явилось его наличие. Меня это вполне устраивает. Дизайн хорош, привод передний, а под капотом достаточное место для размещения мощного электромотора. Автомобиль очень старый и днище коррозирует, однако он вполне пригоден для первоначальной установки, обкатки электрической силовой установки. Через пару лет я хотел бы подыскать красивый классический кузов без мотора, отреставрировать его и перенести электрическую установку в классический кузов. Двигатель внутреннего сгорания этого автомобиля сильно изношен, поэтому он будет удален и заменен на этот электрический. Это коллекторный электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения ET-63, снятый с электропогрузчика в Балканкар. Производство в Болгарии. Номинальная мощность составляет 6,3 киловатта, это 9 лошадиных сил. Однако не спешите делать выводы. В теме электромобилей все не так однозначно, как у машин с ДВС. 6,3 киловатта это номинальная мощность, это значит, что в режиме такой мощности он может работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки без перегрева. Удивительно, видите, на производстве важна надежность, экономичность, выносливость. Однако кратковременно он способен принять и эффективно преобразовать мощность на ВАУ и 6-кратную перегрузку, 2-кратную по напряжению и 3-кратную по току, а при доработках и большую. Также отмечу его высокий крутящий момент, который может достигать 200 ньютон-метров. Этого достаточно для плавного динамичного ускорения автомобиля весом до 2 тонн. Таким образом, этот электродвигатель вполне обладает всеми необходимыми характеристиками для устройства в автомобиле. Высокий крутящий момент, даже с нуля оборотов, ровная опока КПД, надежность, мощность. Коллекторные двигатели не самые тихие из-за шума работы или коллектора. Но в целом шум от такого мотора намного ниже, чем у ДВС. Ресурс подобных двигателей намного превышает ресурс ДВС и может составить миллион километров, даже больше. Кроме щеток, в нем нет трущихся и вибрирующих частей, поэтому он очень практичен в эксплуатации. Он легче и компактнее аналогичного по мощности ДВС. В его навесном обороту не будет систем жидкостного охлаждения, смазки, поэтому следить за жидкостями не нужно. Охлаждение будет устроено воздушным сквозным принудителем. Подобные моторы работают при любой температуре. Коллекторный двигатель благодаря этим свойствам является хорошей альтернативой бензиновому для городского автомобиля. Существуют и другие типы электродвигателей, асинхронные, BODC, коллекторные с магнитами. Подробнее о конструктиве, свойствах и применимости этих типов двигателей в автомобиле я подробно расскажу в отдельном видео. Однако для построения автомобиля одного двигателя недостаточно. Да, данный мотор может вращаться от источника постоянного тока, например, аккумулятора, но движение в током режиме крайне некомфортно. Это сравнимо с тем, что вы выкручивали бы обороты своего бензинного мотора до 6000 и потом резко бросали бы сцепление. Для плавного контроля оборотов электродвигателя нужен соответствующий его типу контроллера. Контроллер – это электронное устройство, моделирующее ток разной частоты всего. Контроллер подбирается на основании того, какой мотор у вас есть или планируется. Характеристики контроллера должны быть несколько выше характеристик мотора по силе тока и напряжения. Это важно для бесперебойной работы этого узла. На данный момент я озабочен покупкой контроллера для двигателя постоянного тока. Этот контроллер имеет двукратный запас по напряжению и шестикратный по силе тока. Соответственно, 200 В на 600 А. Пиковая мощность – 120 кВт. Однако, мощность подбаемой на мотор будет ограничена до 50 кВт до дальнейших исследований и улучшения моего электродвигателя. Такой режим считай оптимальным в городском цикле для мотора контроллера батареи. В следующей серии я покажу вам этот контроллер, расскажу о нем подробно подключу и испытаю контроль оборотов мотора. Следующий основной элемент моей силовой установки – это тяговая батарея. Собрана она будет из элементов литий-железо-фосфатной химии из расчета 130-150 В емкостью 10 кВт-часов. Батарея такой емкости минимальна для питания двигателя на 50 кВт. Обычная пиковая максимальная токодача у таких элементов – 5С. Это значит, что на продолжительном разряде батарея дает 10 кВт. В пике в 5 раз больше, то есть 50. Превышение потребляемой мощности может привести к перегреву и необратимой деградации элементов батареи. Обратите внимание, расчет характеристик узлов начинается с автомобиля. Присняю на примере СОН-2. Мощность родного двигателя – 70 кВт. Это указано в ПТС. Однако отталкиваться от этого не всегда есть смысл. В втяжущий момент выше. Мне столько не нужно. Я ввел расчеты из того, что хочу получить скорость 90-стой км в час и динамичное ускорение. Для этих расчетов можно воспользоваться универсальной программой либо эмпирически полученными данными, которые есть в интернете для автомобилей определенной массы. Я вычислил, что мой мотор будет потреблять 5 кВт для поддержания скорости 60 км в час, что укладывается в его номинал. 9-10 кВт понадобится для поддержания скорости 90 км в час и, наконец, 30-50 кВт для ускорения. Соответственно, я выбрал данный электродвигатель как подходящий для моей машины и определенных режимов движения. Как я уже говорил, контроллер с запасом по мощности на моем примере. Максимальное напряжение мотора 150 вольт, контроллера 200 вольт. Сила тока мотора до 350 ампер, контроллера 600 ампер. Теперь можно определить минимальную емкость батареи. Если пиковая тока отдача 5С, то емкость в кВт-часах должна составить 0,5 пиковой мощности мотора, то есть 10 кВт-часов. Таким образом, минимальный номинал мощности тока отдачи батареи соответствует номиналу мощности. А пиковая отдача мощности батареи – пиковая мощность электродвигателя. Теперь конкретнее о этапах конверсии. По ходу зимы моя задача – собрать дома силовую установку и отладить ее работу. Она включает в себя электродвигатель, контроллер, батарею и БМС. Мотор будет обслужен и доработан под большие токи, снабжен активным охлаждением. В мае-июне демонтирую из машины ДВС, выхлоп, бензобак, коробка передачи остается. Посредством переходной плиты она соосно соединится с электродвигателем. По двигателю подведу новые крепления и подушки. Педаль газа заменена электронной. Первый выезд планирую на июнь 2022 года. В течение лета проведу цикл испытаний и доработок. Произведу замеры ускорения, максимальной скорости пробега. Теперь о финансовой составляющей проекта. Предварительно затраты на силовую часть и основные вспомогательные агрегаты оцениваю минимум в 170 тысяч рублей. По ходу проекта я озвучу стоимость всех компонентов. Начнем с двигателя. Он уже обошелся мне в 26 500 рублей. Куплю он с руку хорошего человека на Авито, который не накручивал самим. Новый он стоит 100 тысяч рублей. Немного придется потратить на обслуживание, но это все равно выгодно. Я рассчитал, что если не превышит бюджет в 200 тысяч рублей, то конверсия в электронной мобиле купится после 50 тысяч километров пробега. Это возможно, если транспорт коммерческий, или как в моем случае, для больших пробегов из пригорода в город. Этот проект не является коммерческим. Я не зарабатываю на ютюбе, не зарабатываю на автомобиле. Прежде всего, это творческая самореализация. Строится он исключительно на мою зарплату производственного рабочего. Публичность проекта – это вклад в развитие общества, помощь энтузиастам электротранспорта. Если вам интересна эта тема, вы хотите увидеть, как поедет машина, подписывайтесь и сделаю для вас информативные выпуски. До встречи.